друзья всем привет и вы на канале цветочный колорит сегодня 5 июля я вас всех приветствую приветствую своих новых подписчиков и мне прилетают такие комментарии как можно ли сейчас черенковать ведь сейчас уже июль и как раз я решила вам ответить на этот вопрос будем говорить так видео ответ так как мы ничем помочь сейчас не можем и при черенковании в данный момент у нас есть один такой большой жирный минус который нам препятствует это конечно погодные условия и температурный режим на данный момент у меня в теплице около 38 градусов в отсеках где стоят черенки такая же температура когда открываешь клеенку оттуда идет знаете прям такой горячий влажный воздух эффект бани сауны и конечно же ни о каком черенковании речи быть не может я уже в этом убедилась и теперь на следующий год опять говорю это мой опыт по крайней мере в южных регионах но я слышала у девочек и центральная часть россии даже сибирь там тоже жара стоит просто невыносимая черенок тоже не укореняется и я для себя решила уже по опыту двух лет у меня всего навсего только два года черенкования но я уже много чего усекла уловила и это второе лето я для себя поняла что идеальные месяцы для черенкования даже не март вот апрель май и наверное может середина июня вот вот это такая знаете золотая середина вот эти черенки которые сейчас я вам покажу под клеенкой вы сейчас ужаснетесь и вот перед вами вот этот стеллаж где я черенковала тоже в горшках но это черенкование было где-то середина середина до июня и они около двух недель прекрасно себя чувствовали вы знаете радостью мне не было предел они были такие бодренькие все их устраивало вот сейчас здесь принципе спасать уже нечего все что хорошее я постаралась убрать в боксы вот это все на выброс и понимаете что самое обидное это череночки именно новинок маточники дорогие три-четыре тысячи и много черенка не возьмешь если у меня например на сорт два маточника конечно я хотела увидеть и цветение я естественно многое не брала там 23 череночка вот как видите они уже даже начинали вот пытаться вот ведь из пазух расти и тут же не уже начали париться варится вот подгнивать этот еще может я и спасу вот как раз их и черенковала вот 15 06 да вот ряд барон 15 06 но это 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 старый сорт не новинка но он тоже меня попал тогда на тот момент в черенкование и две недели были шикарные черенки просто шикарны и вот сейчас эти дни стоит ужасная жира они все засохли уже вот с этого ничего мне кажется не получится я даже не знаю что здесь спасать в общем как еще получилось я их брызгала брызгала начались вот гнилостные процессы вот как вы видите белый налет я боролась как могла за каждый черенок я их обрабатывала тухомом вот налет белый хомом обрабатывала орданом обрабатывала и естественно вход уже пускала и циркон и эпин но против высокой температуры ты не попрешь не будет укореняться черенок выше 30 градусов он будет так болеть с него толку не будет поэтому вот это все я буду выбрасывать я уже кое-что хорошие отсюда по выбирала вот вот эти смотрю еще вроде такие ничего живчики можешь говорю с почек уже начали выходить у них побеги вот они так неплохо вот уже вот тронулись ну за две недели и вот буквально неделя вот этой вот жары она их просто просто убила дорогущие конечно маточники очень обидно я я всегда это сама очень сильно переболеваю не только черенок но я морально вот придумала я всю ночь думала не спала и в общем не в помощь пришел мой старый стеллаж которым я пользовалась в начале еще своей карьеры гортензии вода моей вот этой карьеры я приобрела на волберисе стеллаж я сняла с него чехол и поставила сейчас туда все свои более менее живые черенки и этот стеллаж конечно на данный момент меня спасает я сняла с него вот этот вот чехол из клеенки он мне не нужен он мне нужен только для полочек чтобы поставить туда контейнеры и поставила я его за дом на ту свою площадку где у меня находятся маточники и метель 4 куб на лесной гортензии там до 2 часов дня солнышко и потом уже где-то два-три часа с двух-трех часов дня там уже до позднего вечера темень сплошная темень и там такое место что вроде как более-менее прохлада вот я надеюсь хотя бы несколько штучек я спасу в том месте но холодильники какие-то холодильные тут установки ставить знакомая рассказывала сплит систему поставила у нее тоже ничего не помогает она и не помогает вот поэтому просто я для себя решила что оксана на следующий год черенкует вообще до июня до если сейчас я сказала я июнь еще черенкую а июль уже нет то на следующий год я черенкую скорее всего апрель май и оксана угомонится и будет отдыхать и не надо мучить опять же повторяюсь ни себя не растение смотреть на вот эту вот катастрофу резать этот маточник слава богу что я его не изрезала до мяса я сейчас их так не режу вот ну а сейчас я вам покажу где они у меня стоят как я их там обустроила есть надежда может хотя бы несколько у меня из них вот из вот этих бедненьких останутся в живых вот это моя площадка здесь у меня и крупнолистная сейчас у меня тут маленький бардак и метельчатая я сейчас здесь все как-то переставляю что в открытый грунт высаживаю вот этот стеллаж такой шалаш невеста я его накрыла спамбондом потому что с утра все-таки здесь полдня солнышко я еще дальше буду ставить сюда в контейнерах и вот так у меня стоят контейнера хоть сколько-то я может дай спасу ну вот так смотрю вот эти более менее вроде как живчики вот видите все обработаны потому что они уже гнили прям хорошо гнили некоторые уже прям в рост пошли неплохо но жара конечно внесла свои коррективы и черенок полностью остановился и прекратил свое укоренение вот у меня надежда еще на эти контейнера что здесь еще что-то останется живое потому что очень шикарные сорта вот сейчас как вы видите здесь тенечек все равно я сейчас накрою их спамбондом потому что с утра солнышко уже всходит и прямые солнечные лучи будут бить в контейнер и опять я получу то что было в теплице но мне не надо вот я вам надеюсь и ответила можно сейчас черенковать или нет можно если есть у вас такое помещение с прохладой и температура там примерно хотя бы у вас до 25 градусов это идеальная температура черенкуйте черенкуйте еще весь июль без проблем но если есть у вас такая комнатушка где можно их поставить а заносить в дом я не хочу устраивать какой-то сарай или вторую третью теплицу из дома мне нету желания вот поэтому вот эти укоренятся и слава богу в теплице не вариант если у вас есть такое помещение отлично но температура должна быть до 25 градусов не выше не выше и обязательно проветривайте даже эти контейнера сегодня я открыла оттуда идет горячий воздух почему мне еще в той теплицу начал гнить черенок да потому что я его залила и его брызгала брызгала я понимала что это неправильно я то и пинта циркон и пин циркон я уже не знала как ему помочь пока уже потом все оксана хватит надо принимать какие-то решения уже когда он уже наполовину у меня сдох я уже решила его в контейнера перебазировать и хоть что-то уберечь вот так друзья вот такое вот небольшое видео мой опыт вот в таком состоянии черенок например посмотрим на вот эту прелесть да вот это черенковалась апрель-май вы посмотрите какие здесь лошадки да ну просто красотки ну может кое-какие тут подхлораживают это я на это даже не обращаю уже внимание но ведь они уже какие хорошенькие уже просто прелесть вот такие веселенькие крупненькие уже большие это апрель-май черенкование вот май черенкование это таблетенция вот май месяц ну хлора хлорозит немного но они в эти стоят но никогда мне их перевалить вот надо прям срочно ну вот они ж какие вот это май месяц и вот вы видели середина июня вот как раз вот эта кассета была зачеренкована 21 мая у меня было 20 мая день рождения самое лучше день рождения это посетить конечно же какой-то питомник вот и естественно по дороге уже домой я понабирала кучу разных гортензий вот вот сейчас вот как вы видите это зацветает малышках high river вот ну вот это май месяц вот это май месяц вот поэтому сами делайте выводы черенковать вам или не черенковать на данный момент поэтому друзья если у вас есть такое помещение такая комната где температура будет только способствовать укоренению вашей гортензии почему бы и нет но на этом все друзья я буду с вами прощаться и до новых встреч всем удачи и пока пока